Говорили, ушел на заслуженный обзор. Это было истинно. Сегодня говорят, что пенсия это время дожития. Даже сам термин дожития унижает тех, кто честно и достойно работал. А значит возраст дожития по плану правительства сохранится вдвое. А в 36 регионах страны, где мужчины в среднем не доживают до 63 лет, большая часть вообще не получит пенсии. А вот какой подход демонстрирует Китайская Народная Республика. Председатель Цзиньпин сказал, народ нам дал власть. И мы должны делать то, что следует делать. Нам придется обидеть тех, кого следует обидеть. Если мы не обидим коррупционеров, то мы обидим миллиард 300 миллионов граждан нашей страны. Нам этого никто не сказал. 130 миллионов граждан нашей страны сразу же обидели. Реальный мотив повышения пенсионного возраста, конечно, один. Жгучее желание буржуазной власти сэкономить на народе. Это желание обойдется стране в миллионы искалеченных жизней. Нужно четко понимать, в капиталистической России сегодня экономического роста нет. В 2017 году Росстат смог кое-как насчитать полтора процента экономического роста. Но до этого, даже по официальным данным, ВВП падал два года подряд. И в итоге сегодня у нас ВВП меньше, чем был пять лет назад в 2013 году. Что же значит повышение пенсионного возраста? При отсутствии экономического роста создать новые рабочие места. Это значит, что рынок труда окажется переполненным. Тех, кто должен был выйти на пенсию, но остался работать из-за повышения пенсионного возраста, не освободят свои рабочие места. Значит, резко затруднится поиск рабочих мест для молодежи, выходящей на рынок труда из школ и вузов. А те пожилые люди, которые лишатся работы, например, из сокращения персонала на их предприятии, останутся без зарплаты и без пенсии. Фактически им предлагают кормиться из мусорных баков. И с каждым годом таких людей будет все больше и больше. И еще обязательно произойдет снижение реальных зарплат у большинства населения страны. Потому что рынок труда будет подбирать ежегодно прирастающая масса безработных. Таковы только самые главные издержки предстоящего повышения пенсионного возраста. Но обществу намеренно не дают все это серьезно обсудить. Хитрую тактику внесения важнейших антисоциальных законопроектов. Летом власть отработала еще в 2004 году на законопроекте о монетизации Эльгос. Расчет понятен. Люди в отпусках, на дачах. Их внимание к общественно-политическим делам в мини...